Буквально накануне на расширенном заседании правительства президент сказал, что сокращение безработицы не происходит. Рабочие места создаются буквально поштучно, а что этому причиной и кого так подверг критике наш президент, сегодня узнаем в нашем сюжете и узнаем самые разные мнения. Каких-то три недели назад Минфин и Минтруда торжественно заявили, вопрос безработицы на стадии решения, а все принятые госпрограммы по занятости и развитию бизнеса в республике слаженно работают. По словам главного финансиста Казахстана, до конца года более 300 тысяч безработных и самозанятых человек будут охвачены мерами содействия занятости и принимается пакет срочных мер социального характера. Слово «срочные» немного смущает, так как это рутинная работа и прямая обязанность ведомств. Помочь намерено при этом не только безработным и начинающим предпринимателям, но и детям. Большое внимание будет уделено стимулированию предпринимательской деятельности путем предоставления льготных кредитных средств и грантов для заинтересованных в открытии своего дела. Предусматривается повышение эффективности процесса предоставления адресной социальной помощи наиболее уязвимым слоям населения. Во всех регионах будут систематизированы меры социальной поддержки для детей из малообеспеченных семей. Вторил Минфину и министр труда, который поведал моим коллегам, как идет реализация госпрограмм и как внедряются новые технологии в жизнь, призванные помочь увидеть реальную картину. И, конечно, мы должны постоянно ввести мониторинг создания рабочих мест. Нами вот с 1 июня запущена новая карта, которая называется интегрированная карта создания рабочих мест. И совместно с Министерством национальной экономики по всем 14-м государственным программам мы ежемесячно будем контролировать и анализировать создание новых рабочих мест. И вот 15 июля, несмотря на, казалось бы, стабильную картину, звучит критика из уст президента. Механизмы соответствующих программ, в частности программы Янбек, себя не оправдывают. Динамика застойная, то есть сокращение безработицы, не происходит. Во главу угла необходимо ставить эффективность, продуктивность затраченных бюджетных средств. И, казалось бы, все есть. Государство, как бы ни звучало, избито создает все условия. Источники для обучения, повышения квалификации имеются. Вот только почему при всем при этом вопрос с безработицей не решен, не совсем понятно. Ведь на разные госпрограммы поддержки уходят миллионы и миллиарды денег. Как бюджетных, так и нас, налогоплательщиков. Тем временем центры занятости на местах говорят, все возможности есть, главное не лениться и приходить к ним. Здесь дают консультацию, разъясняют все возможности трудоустройства и помогают с выбором вакансии. Заодно и говорят, какие работники нужны предприятиям. Трудолюбивые, конечно, работники способные, которые знают свое дело. Наверное, те люди, которые принесут большую пользу в работе работателя. Наверное, если взять в сфере торговли, это те, которые принесут большую заработку, наверное. Если среди госучреждений, те, которые могут вовремя и быстро исполнять какие-то задания. Как всегда, как и работатели, всегда ищут таких хороших специалистов с навыком. Возможно, в условиях современной цифровой экономики нужно переквалифицироваться, освоить новые профессии, навыки, столь необходимые в наше время. Это уже решать каждому. И между тем, с начала года только на одной электронной бирже труда более 180 тысяч человек уже нашли работу. Так что параллельно со своей профессией не лишним будет овладеть и цифровой грамотностью.